Сначала поставить жопу. Первый. Второй. На, и он там. И все, он там. Ими никто не пользуется давно. Блок метания. Из него компьютер не заработает. В Азбесте, городе Горного Льна, лаконично Гогу-Ль, два наших земляка, два екатеринбургских пранкера, два Евгения, называющие себя в сети Жека и Еврей, начали осваивать комбо-горизонты и замутили жесткий пранк. Вызвали ПК-мастера, прикиньте, к бомжам. И сами попали под еще более жесткий пранк. И это вообще комбо. Вот раньше Жека и Еврей не единожды вызывали компьютерных ремонтников с Авито и разоблачали их алчность. Не всех, но многих. Кроме того, они плотненько работали с бомжами. И с екатеринбургскими, вокзальными, торгующими мобилами, и с асбестовскими. Думаю, многие зрители еще помнят сентябрьскую историю о том, как бомж-алкаш по кличке Рыжий с жеманными повадками несколько раз гонял еврея в магаз за пойлом. Так вот, в этот раз пранкеры снова добрались до асбеста и опять попали в хату Рыжего. Да-да, это очень странный бомж. У него есть определенное место жительства и определенная местная сожительница. Света. Заради розыгрыша случайного ПК-мастера с Авито пранкеры навалили в бомжовское пристанище кучу очень старых комплектующих для компа, которые суммарно стоят, ну, может быть, тысячи две. Но даже за эти деньги это старье мамонта никто не купит. Рыжий вызвал мастера и предложил ему собрать этот компо-пазл. ПК-мастер с Авито прибыл в адрес, оценил материальное благополучие клиентов, показал прайс-лист и на берегу вежливо поинтересовался. Чего ты? Кто будет оплачивать работу? Работу? Да. Есть вопросы по оплате. На всякий случай, до того, как я приступил к оплате, с суммой я вас ознакомил, стоимость работы вы понимаете, что это дороже, чем ваш компьютер, который вы нашли в салоне. Я сейчас хреблю. Блин. Все собрать и... Блин. Болеть. А если не секрет вам, для чего сейчас компьютер-то вообще нужен? Что вы делаете с ним, собираетесь? Я не думаю, вот так. А, вы хотите, чтобы я его собрал, и вы его отправите на металлолом? Нет. Нет. А вам нужен? А что вы делать хотите с ним? То есть, что вы вообще ожидаете от... такого замечательного компьютера? Компьютерный мастер оказался человеком вменяемым. Он понял, что теоретически мог бы, наверное, собрать эту рухлядь и вписать в итоговый протокол сумму у тысяч двадцать. Но он и оценил риски никогда не получить эту сумму, потому с ремонтом особо не торопился, а несколько раз пытался добиться конкретики, заплатят ему или нет. Дежуривший за стенкой евреи, со временем понял, что возникла патовая ситуация, хотя из уст рыжего периодически проклевывался мат, на который мастер, кстати, вежливо не реагировал, и еврей счел своим долгом выйти и разрубить этот Гордеев узелок на память. По старинной традиции, еврей попытался уличить ПК-мастера в хитроумности. Дескать, он дал подписать клиенту пустой бланк, а потом впишет в него проделанных работ намного больше, чем было реально проделанных работ. Но с Бестовски ПК-мастер Совита все гнусные инсинуации отплюнул. Скажите, что за договор был в начале разговора, перед тем, как вы приступили к работе? Какой подпись получили из человека? Обычная подпись, что человек ознакомлен с прайс-листом о преднужденной о угольных работах, фамилии, отчество, инициалы. Подписал, да? Я. Ты подписал договор? Знакомлен с прайс-листом, что стоимость и количество услуг определяется инженером, то есть все-все-все, и о том, что стоимость услуг была уверена клиенту, сообщена. Так, и после этого то, что вы сделали, здесь все записывается, да? Цена, то, что сделали, и будет итоговая сумма, он должен оплатить. Конечно. А то, что он получил заранее подпись, это вы получили заранее? Подпись подписывается под условием договора, а в угольных работах идет следующая подпись. Это ничего не обман, ничего, да? Это как вы должны быть? Ну, конечно, сейчас мы будем обманывать, друг друга. И вот, друзья, апофеоз этого пранка, бессмысленного и беспощадного. У мастера, который потратил силы, время и бензин, накипело. Он в последний раз поинтересовался, собирать ему компьютерный мусор за деньги или бесплатно. Убедился, что платить ему не будут, и как профессионал собрал такие. Бездушную железяку на халяву, напомнив, чем чреват бесплатный сыр. Ну, короче, сам пранкнул пранкеров. Вот мастер знает. Показай, как собирают. Да, покажите, как собирают. Как вот, чтобы это... Вы как, вы платить собираетесь или собрать бесплатно? Бесплатно. Это можно? Давай. Железо мультирует? Фундамент. Железо? Представляете? Нет, не представляю. Сначала поставить жопу. Первый. Второй. На, и вон там. И все, вон там. Ими никто не пользуется давно. Блок метания. Из него компьютер не заработает. Так. Я видел винтики. Надо поставить процессор и закрутить. Крышкой закрывать не буду, так будет лучше охлаждение. Поставим. Возьмите, чтобы тыщи сами. Вот это бесплатно. Казалось бы, все логично. Все по духовному закону. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Хотел кого-то разыграть? А, разыграли тебя. Вроде норм. Все поржали, отдохнули. Но неожиданно. Посредь всеобщего пранка подруга Рыжего Света расплакалась. Вы сами в законе так и ехали? Да. Потратил бензин. Я оплачу. Я не что-то переведу, да. Я оплачу. Рыжи. Я оплачу, вы и с мастером. Свет, что такое? И это что такое? Мать, ну ты совсем обладила. Свет, что с тобой? Что случилось? Что с девочкой? Что с девочкой? Свет? Свет, ты что плачешь? Молодцы. Молодцы. Ты что, Света? Ага. Оказалось, что в отличие от накиданного Рыжего, которому все по уху, Света реально рассчитывала на ремонт компа и надеялась смотреть на нем фильмы. Обломалась и заплакала. А впрочем, быстро перестала. Еврей, конечно, пока мастеру все понесенные убытки компенсировал, на том и разошлись. Кто-то спросит, а резюме? Да какое тут резюме? Говорю же, пранк был бессмысленный и беспощадный. Мастер вышел из этой странной для него ситуации с достоинством. Профессию не посрамил. Пранкеры порадовались веселому видосику к видосику. Ну, а зрители воочию увидели, каким бывает халявный ремонт компьютера. Это назидательно и даже дидактично. Так, я видел винтики. Надо поставить процессор и закрутить. Крышка закрывать не буду, так будет лучше охлаждение. Ставим. Возьмите, чтобы тыщи сами. Вот это, ну, это бесплатно. Продолжение следует...